Всем привет! Давно мы с вами не делали вместе макияж. У меня есть кое-что новенькое, протестируем. Ну и самое новенькое, первое, что вы видите, это повязочка на голову Faberlic. Она была у нас позиционирована как повязка для масок. Ну, я решила попробовать сегодня. Достаточно мягкая, выглядит как махровое полотенце, такое немножко искусственное. Ну, в целом голову не давит, хорошо сидит, плотно сидит. В отличие от красненькой, в которой вы меня уже несколько раз видели, она съезжает с головы. Но она и была предназначена просто как ободок для головы, а это именно повязка, она сидит лучше. В общем, мне нравится. 199 рублей. У меня, по-моему, в закупе она была 150 рублей, 147. В общем, я довольна. Я, наверное, еще одну куплю, если они еще остались, поскольку у меня ребенок тоже ими пользуется. Так, ну, что у меня новенького? Новенький у меня хайлайтер от Эстрады. Новенький у меня тени Буржуа. Они выглядят точь-в-точь, как мои, которые все спрашивают, какого тона. Но они немножко другие по текстуре, как мне показалось. Даже не будем пробовать, я вам просто расскажу про тональный крем Вербена Сиси. И у меня новенький карандаш для бровей от Vivienne Sabo. Ну, и немножко другими тенями я сейчас начала пользоваться, поэтому все с вами вместе посмотрим. Ну, давайте по очереди. Смотрите, я хочу показать вам, видите, да, какая у меня пигментация на щеках. Это уже остаточное явление. Это уже практически то, что едва-едва заметно. Было вообще очень все тяжело и некрасиво после моря. Ну, что поделать, такая моя особенность. Борюсь с ней как могу. И в данный момент у меня идет борьба. При помощи нашего крема от пигментации наношу его для эксперимента только на одну щеку. Да, мне не жалко, если одна будет щека светлее, другая темнее. Исправим и вторую его последовательно. Но, посмотрите, если вы разницу видите, то напишите, пожалуйста, какая щека вам кажется светлее. Если не какая, то так и напишите. Мне просто интересно, как со стороны это видно или нет. Вот это у меня щека правая, то есть первая это правая, а вторая это левая. То есть можете так и написать, первая или вторая. Я буду уже понимать. Ну, и вам в комментариях буду, потом отвечу там через пару дней, куда я наношу, а куда не наношу. Ну, а самые внимательные из вас, наверное, помните, на какую я обещала наносить. Пожалуйста, тогда помолчите, чтобы чистота эксперимента была. Так, ну и начнем с вербены сиси. И очень долго я не могла даже попробовать его на себя, потому что у него немножко, как мне показалось, странноватый цвет. Ну, не то чтобы странноватый, но в нем есть какая-то розовинка, которую я не очень люблю. Очень-очень жидкий. Посмотрите, я его разношу по руке, он просто превращается в какую-то водичку. То есть он вроде как цветом тональным, но ничего не тонирует. Если у вас идеальная кожа, то вам он, возможно, придаст какой-то небольшой оттеночек. И здесь SPF 10. Вот самая ценная этого крема – это SPF 10. Присущего всей линейки аромата вербена здесь нет. То есть вот этого лимончика абсолютно не ощущается. Я бы даже сказала, что здесь вообще нет никакой отдушки. Это тоже большой плюс. Ну и на что он похож? Кто помнит, в гардерике был DD крем, который имел SPF 30 и был вот такой текстуры. Вот кто помнит, это то же самое. Только здесь SPF 10. Его можно использовать как SPF. Его можно использовать на идеальную кожу для того, чтобы просто немножко выровнять. То есть все равно оттенок небольшой дает. Ну, на руке, понятно, ничего не видно. На лице будет едва-едва заметный оттенок. Я вам сейчас на часть лба нанесу, вы просто посмотрите. Ну, а вот это, конечно, ничего не скроется. Так, буду наносить. Все попадало у меня. Вот так он выглядит на кисточке. Даже, наверное, лишнее тут. Ну, и давайте вот на эту часть я просто его нанесу. Едва-едва заметный тонирующий эффект будет. Но CC, это же, по-моему, color correction, то есть должен корректировать цвет. Ну, фига он его не корректирует. Если идеальная кожа, то там особо корректировать нечего, но определенную ровность придаст. Ну, вот, смотрите, есть отличия. Нет? Как водичка. Он на коже ощущается просто как тоник. Вот я сейчас тоником протирала лицо. И ощущения точно такие же. Более того, вот он сейчас еще в состоянии липкости, мокрости. Нужно чуть-чуть подождать. Никакой тяжести, ничего, каких-то плохих эмоций я от него не испытала. Но отложу его до лета. Хотя у него вот здесь написано после открытия 8 месяцев. Но кто меня постоянно смотрит, тот знает, что я к этому отношусь спокойно. Если не изменилась текстура, если не изменился запах, я спокойно пользуюсь. Ну, а так, вот как база. Как база под тональный летом, в которого нет SPF. Или, опять же, просто как SPF использовать. Да, если вы летом тональным не пользуетесь. Вот этим вместо, мне кажется, уходового можно просто как один его нанести и будет хорошо. Но для меня вот сейчас точно не то время года, когда я могу этим тональным пользоваться. Или не тональным, а систи и кремом. Вот, поэтому его оставляем. Ну, а сейчас давайте покажу вам, как корректируют пигментные пятна. Корректор от Catrice Camouflage. Вот в такой круглой баночке у меня оттенок 020 Light Beige. Это просто чудо средство, которое справляется с пигментацией. Вы просто сейчас посмотрите как. И самое главное его свойство, оно не смазывается. Я буду вот так прям по пятнышкам наносить. Никуда в лишнее, чтобы не тратить этот корректор. Я наносить не буду. Но вы сейчас посмотрите как лицо выравнивается просто на глазах. И когда наносишь поверх тональный, это ничего не смазывается. Главное, конечно, нужно все это аккуратненько наносить. Я тональный наношу не размазывающими движениями, а похлопывающими для того, чтобы не смазать то, что я сейчас откорректирую. И вот этот корректор, конечно, меня выручает просто с первого дня, как я вернулась с моря. И ни один тональный сам по себе не справлялся. Ни одна пудра сверху тоже не давала нужного покрытия. А вот этот корректор просто выравнивает щечку до однородного состояния. Расход большой. Конечно, расход большой. Но 200, по-моему, 50 рублей его цена в магазине. У нас еще в Золотом Яблоке скидка бывает 10% до 12 дня с 9 утра. Ну вот получается за 200, там, 25 рублей я могу купить этот корректор. И смотрите, я год уже им пользуюсь, но я-то пользовалась только в уголках глаз. И еще полно его, то есть достаточно экономично расходуется. Он очень плотный, очень густой. Я рекомендую тем, у кого есть такая проблема. Просто сейчас с одной стороны все накрашу при вас, а потом, чтобы не затягивать время, я без вас накрашу вторую часть. Ну и вот смотрим на результат. Результат просто... Просто можно вот так уже выходить на улицу. Эта щека, конечно, выглядит совершенно не так. Ну и уголочек, где у меня очень сильно проглядывают венки. Видно, что здесь прям синюшное. Здесь все уже почти в порядке. Так, ну вот, готовы обе щеки. Очень-очень уже все прилично выглядит. И спросите, почему я не наношу на такую большую площадь спонжем? У меня спонж в виде яйца, который нужно размачивать. И если размочишь, то корректор будет накладываться уже более тонко. Мне, наоборот, нужна плотность. Поэтому я использую нашу кисть для нанесения корректора. Фаберлик. Ну, не скажу вам артикул. Ну, посмотрите в каталоге. Так, дальше нужно наносить тон. Тоже у меня кисть Фаберлик. И вообще я наносила последнее время тон Клоранс. Ну, вот он у меня заканчивается. Я каждый день вытряхиваю из него последние капли. Ну, похоже, на сегодня уже мне ни одной капли не осталось. Тогда берем FF-крем Feel Fresh. И будем пытаться наносить его. Я, честно, еще ни разу его не использовала. Он немножко светловат был для загорелой кожи. Ну, сейчас посмотрим, как будет ложиться. Я знаю, что он разносится туго. И как он будет ложиться на корректор, я не могу предположить. Ну, видите, да, немножко сразу прям высветляется кожа. Придется чуть-чуть выравнивать оттенок при помощи пудры. Ну, и что-то как-то он у меня вот тут ложится. Не пойму. Какая-то ерунда, по-моему, получается. Просвечивает коричневая кожа и ложится не очень сразу, как будто бы. Но у него есть свойство. Он сейчас немножечко полежит на коже и будет выглядеть лучше. Может, потому что кисть у меня немножко влажная. Я вчера ее помыла, и она не до конца высохла. Только я ее феном посушу. Так, ну вот я посушила кисть. И вернулся этот эффект пластилина, когда ты не можешь с толком разнести этот тональный. И он ложится теперь более плотным слоем. И заметно будет, заметно светлее лицо. Прямо какое-то фарфоровое становится. А когда на светлую, незагорелую кожу его наносишь, наоборот, ощущение, что он немножко темноват для незагорелой кожи. Ну, посмотрим. Сейчас он немножко полежит на лице. Посмотрим, как он будет выглядеть дальше. Так, ну, вот здесь я нанесла. Теперь вторую щеку аккуратненько по корректору. Выбились волоски. Вот как-то так. Конечно, колоранс был немножко потемнее, и с ним проблем было меньше. Вроде все, везде прошлась. В качестве пудры я использую вот такую пудру от Faberlic. Она в предыдущей упаковке серии Secret. И здесь еще был бронзер и еще что-то типа бежевого хайлайтера. Они уже откололись. Это были самые маленькие островки продуктов в этом наборе. И я прям целиком обмакиваю кисть. И вот посмотрите, я сейчас терла-терла, а набралось не очень много. Действительно набирается очень мало продукта. И, вы знаете, достаточно твердая здесь консистенция такая, прям плотная-плотная. И набирается мало. Ложится такой вуалью. И даже то, что попадает на хайлайтер, все смешивается. И нормально выглядит на лице. Но единственное, что очень сложно набирать нашими кистями. Возможно, натуральные кисти здесь подошли бы лучше. Но эти кисти вот как-то тяжело работают именно с этой пудрой. Но надо ее использовать, поэтому я сейчас активно ее пользуюсь. Она хорошо выравнивает немножко, дает эффект оборхотистости на лице. Но пытаться ею что-то запудрить, какие-то, знаете, вот полдня просидишь, когда телефон постоянно около уха смывается тональный, смывается корректор. И на этот случай нужна пудра, которая имеет плотное покрытие, чтобы вот это все запудрить хорошенько. Вот эта пудра точно не подойдет. Подойдет другая. У меня сейчас матирующая 6115. Она у меня в косметичке. И вот она прекрасно выполняет эту задачу. Она такая с хорошим покрытием пудра. Мне нравится. Так, ну вот островок хайлайтера тут все-таки попался. Ну и немножко по-другому она ложится на тональный крем. Я, честно говоря, привыкла к Клорансу уже за это время. Почему им пользовался? Он в темном оттенке. Как раз для загорелой кожи подходит. И Клоранс был матирующим кремом. Тоже было хорошо на теплую погоду. Ну а пудра еще и хорошо пылит. Я перед тем, как вам показать, ее протерла. Сейчас она опять вот в таком состоянии, в котором она каждый день у меня пребывает. Вся припыленная. Потому что я использую кисть. Следующее, что мы будем наносить, это хайлайтер. Тоже про него много слышала в обзорах. И моя подруга им пользуется. Эстрады, по-моему, тоже рублей 250 он стоит. У меня оттенок, сейчас вам скажу, по-моему, 310. Да, номер 310. 7 граммов в этой упаковке. Очень простая упаковка, совсем такая дешманская. Пластик белый, здесь ни зеркала, ничего нет. Но очень много продукта. И выглядит он как пудра. Но наносится, конечно же, как хайлайтер. И в отличие от моего К3, с большого перламутрового, наносится без какого-либо фанатизма. Едва-едва придает свечение. Очень-очень деликатное. Побольше набираешь, все равно не получается перенасытить. Вот так вот он выглядит на кисточке. Чуть-чуть едва заметный. И я наношу на область скул, немножко на носик. На лоб перестала наносить. У меня здесь расширенные поры. Это очень становится все заметно. И вот так придаю 2,2 деликатное сияние. Мне очень нравится. Сейчас это прям мой любимчик. Как купила, так с тех пор и пользуюсь. Румяна. Румяна я хотела выбросить, но мои мне все надоели. Это буржуа, тоже им 500 лет. Не знаю, есть такой оттенок или нет. Называется это роз де ор, то есть розовое золото. Ну и пользуюсь. Прям с удовольствием пользуюсь. И сейчас мы посмотрим. Ярко очень они выглядят на кисти, но нормально наносятся на щеки. Румяна эти запеченные. Тоже не очень просто их набрать на кисть. Набрать набрали. И сейчас будем их пробовать переносить. Вот такое, едва розовое получается. Свечение, не знаю, в общем. Цвет такой едва-едва. Заметненький. Слушайте, ни одна кисть до конца не просохла. Они мне сейчас все портят. Я уже посушила феном. И все равно откуда-то из глубины, похоже, выходит влага. Ну, вот так примерно. Не очень что-то получилось. Но сейчас я попробую подкорректировать. Теперь давайте подведем бровки. Карандаш у меня Vivienne Sabo. Оттенок 0,1. Хотя консультант упорно называла 101. Я не знаю, здесь написано только 0,1. Карандаш автоматический. Он выкручивается. Очень-очень тоненький. Прям тонюсенький. И на втором конце щеточка. Щеточка очень-очень удобная. Прекрасно перечесывает брови. Понравился мне карандаш. Понравилось то, что его не нужно точить. И цвет мне подошел. Дочери купили 0,2. У нее немножко брови потемнее, чем мои. А сколько вообще там оттенков, я подсказать вам не могу. Прорисовывает по одной волосинке. Я буквально чуть-чуть-чуть подрисовываю свои брови. Они у меня и так достаточно темные. Я их ничем не крашу. Они вот такие. Я буквально дорисовываю несколько волосинок для того, чтобы заполнить пустоты. То есть они, вот знаете, растут не там, где надо. Вот внутри где-то не заполненные места. А, например, вот на этом расстоянии под бровью я постоянно выщипываю их. Лучше бы они как-то взяли, переместились бы в идеале. Вот я всю жизнь борюсь со своими бровями. Потому что они и вот тут вот есть, и вот здесь прям до самого низу вырастают. Вот практически до вот этой части. Чуть-чуть здесь подрисую. Он очень твердый. Я когда тестировала этот карандаш на руке, мне казалось, что я никогда этим карандашом не смогу провести по брови. Потому что он просто тормозил на руке. Вот я рисую и ничего не видно. Видите? А бровь нормально подрисовалась. Так что, когда будете тестировать в магазине, не пугайтесь, что он у вас не рисует. Ну и щеточка. Для меня это просто супер щеточка. Я сейчас вот так аккуратненько причешу. И все. И зафиксирую немножко гелем. Буквально чуть-чуть зафиксирую. Все. Совершенно другая бровь относительно этой. Ну и купила я снова гель Artvisage. Тот у меня уже... Ну и вид некрасивый у него был. И уже заканчивается. Тяжело набирать. Поэтому Artvisage как пользовалась, так и пользуюсь. Дочка моя так вообще этим гелем немножко реснички свои подкрашивает. Ну как подкрашивает, да? Наносит на реснички. Они у нее густые, черные. И когда она их гелем этим подводит, они становятся на кончиках более темными. И выглядят как будто накрашенные. Красить ей не вариант. Она плавает в бассейне два раза в день. И когда там ей возиться еще со смыванием туши. С бровями закончили. Приступаю к глазам. Буду делать небольшую, едва-едва заметную подводку. Тенеми 5260 серии Secret. Это вот такие бежевые оттенки. Ну, бежевым тут... Они почему-то называются бежевые червай. На самом деле здесь ни одного нет бежевого. Здесь вот эти два просто бронзовые, белый и темно-коричневый. Из этой палетки сейчас у меня идет вход темно-коричневый. И я беру кисть для подводки. И буквально чуть-чуть-чуть провожу по нижнему краю. А по верхнему краю, по верхнему краю роста ресниц, здесь уже немножко потолще. Я пытаюсь заполнить расстояние между ресничками, тенями, чтобы не было заметных проплешин, когда я накрашу ресницы. Вот так чуть-чуть-чуть-чуть, прям едва-едва касаясь, чтобы не было какой-то четкой линии, чтобы не было слишком темно накрашено. Собственно, вот это все, что касаемо подводки, это все. Ну и что я сейчас прям полюбила, влюбилась, не знаю как. Это палетка тоже из серии Секрет 56-24. Когда-то я снимала на нее обзор, и в этом обзоре сказала, что все оттенки делают мои глаза заплаканными. Может быть у меня сейчас настроение такое, и хочется видеть себя с заплаканными глазами. Может я просто по-другому начала наносить, но мне нравится, как я выгляжу с этими тенями. Я использую абсолютно все четыре оттенка, и сегодня покажу вам, как я это делаю. Я, кстати, купила уже третью кисть для теней. У меня одна для светлых, вторая вот для, получается, розового оттенка. Я поняла, когда стала пользоваться этими тенями, что мне не хватает именно для розового оттенка кисти и для темного оттенка. Ну, для начала протестируем вот эти буржуа, поскольку вот эти вот, которые у меня уже есть, я использовала именно под бровь и в уголок глаза. Я вчера, когда пришла, увидела, что они со скидкой. Вместо 550 рублей они стоят 370, я попробовала. И вот, девочки, сразу вам говорю, да, действительно, это уже другие тени. У меня запеченные жесткие, которые не набрать с первого раза на кисть. Эти набираются прекрасно, и они сатиновые. Они уже не запеченные, они даже оставляют пылинки. От моих пылинок особо не дождешься. То есть, абсолютно одинаковые оттенки в упаковке, но содержимое разное. Поэтому сейчас я вам могу точно сказать номер. Здесь он написан. Тени для век буржуа омбре. Дальше что-то по-французски. Тон 01. Это тон 01. Там очень много красивых оттенков, но в таком объеме мне нужен только светлый. Остальные оттенки я не стала покупать, они мне не нужны. Ну все, я нанесла под бровь, нанесла немножко в уголок глаза, высветлила перламутра. Мы не наблюдаем, просто видим, что получается небольшое свечение и высветленная века. Вот это новые. Переносится на палец с каким-то небольшим золотом, но на веке этого не очень заметно. Может быть заметно на камеру, но я в зеркале особо не вижу. А вот это предыдущие запеченные. Их уже сложно нанести, они как каменные. И они тоже с небольшим золотом переносятся, но гораздо труднее. В общем, буржуа изменили в плюс текстуру, то есть она стала гораздо удобнее для нанесения. Теперь опять беру кисть для светлых теней и немножко светлого оттенка из палетки нанесу уже чуть подальше от угла. Имеет небольшой розоватый оттенок этот цвет белый из палетки. Но очень органично он сейчас будет с розовым. Беру кисть для розовых теней и набираю розовый оттенок. Буду наносить в центр века, очень розовые тени пылят. Чуть-чуть, буквально едва нанесу этот розовый оттенок и он таким сильно розовым и не смотрится. Здесь тоже. Вот так. Получилась немножко разная фигментация. Вообще впервые розовыми тенями стала красить. У меня когда-то в детстве были ярко-розовые. Я ими как накрашусь, так боюсь на себя зеркало смотреть, бегу, смываю. У меня были два оттенка. Ярко-голубой, вот такие огромные, ярко-розовый. У цыганок на рынке купила, тогда же ничего нельзя было купить. Смешно. Но это, конечно, другой розовый, такой приглушенный, припыленный. Тоже, смотрите, напылил уже мне в палетке. И сейчас я покажу вам разницу. На один глаз нанесу более темный оттенок, на другой более светлый из бежевых. Мне нравятся оба, но больше пылит тот, который потемнее. Там прям блестки какие-то содержатся. Здесь нанесу... Это более светлый оттенок. Аккуратненько выделю колок глаза. Кстати, вот два заказа прошли мимо вас. Не смогла снять обзор. Целых два заказа. Просто потому, что они у меня прям с колес были забраны. То есть я их не успела забрать с пункта выдачи, как пришлось их все раздать. Там были две туалетные водички Рената. Я просто влюбилась в этот аромат. Я его наношу, даже когда мне никуда идти не надо. Просто дома хожу в нем. Мне вот настолько он прям понравился. Первое использование этого аромата было таким... Что-то не то, что голова болит от него. На второй день у меня рука к нему потянулась. После головной это более такая оп! Хороший звоночек. Все, вот пользуюсь им бесперестанно. Мама захотела, пришла, купила себе еще там одна знакомая. Сыворотки повторились. Воду платят. Это я уже набираю другой оттенок, который потемнее. Давайте покажу. Который над розовым располагается. Вот этот набираю. Щетки купила. Набор платином купила. Где крем для век есть в наборе. Так, бочоночком сейчас немножко... Вот видите, они вот... Вот этот темный оттенок, он сыпется прям под века. И если здесь у меня ничего не надо было убирать, то здесь очень много прям блесток осталось. Вот это он подбешивает, конечно. Я пыталась еще мокрой вот этой кистью для подводки набирать его и делать подводку вот здесь больше в уголке глаза. Ну, что-то у меня тоже ничего не получилось. Надо тренироваться. Ну, и немножко сейчас растушую границы со светлыми тенями, теми же светлыми тенями. Буквально чуть-чуть. Блестки эти бесят. Ну, вот такой получился макияж. Едва заметный. Ну, и сейчас он еще немножко, как мне кажется, осыпется. Не знаю, почему-то всегда, когда красишь, вроде кажется ярко. Буквально через 30 минут смотришь, уже все, уже как тебе надо. Ну, и тушь у меня сейчас... Открыла я артикул 5341. Так называемая оранжевая тушь. И будем красить реснички именно ей. Силиконовая здесь щеточка в виде ложечки. Кто-то ее любит, кто-то ее ненавидит. Ну, в принципе, как с любым другим продуктом. Ну, а в заказах что у меня еще было? Вспомнить бы. Что-то прицепилось. В общем, туалетная вода или парфюмерная вода Рената. Парфюмерная, скорее всего. Я просто туалетными называю все водички, которыми я брызгаюсь. Она стала у меня фаворитом в последнее время. Сейчас футболка, в которой я стою, имеет аромат этой воды. Она брызгала я ее вчера утром. Стойкость хорошая. Остаточный запах не меняется ни в какую дешевизну. В общем, супер-пупер. Буду наносить тушь в два слоя. В один слой она слишком тоненькая. Но хорошо разделяет реснички. Поэтому я второй слой нанесу исключительно на кончики. Так, приступаю ко второму слою. Для дневного макияжа этого достаточно. Нижние ресницы у меня зачем-то длинными растут. Пытаюсь только у корня, но все равно прокрашиваются и кончики. Ну и второй глаз. Сейчас, кстати, туалетная парфюмерная вода Рината за 249 рублей в упрощенной упаковке. Задают вопрос, такая же она или не такая же. Мне вот тоже интересно, как можно туалетную воду за 2000 рублей продавать за 249. Неужели она точно такая же? Если кто-то уже купил и сравнил, пожалуйста, скажите. По идее, это должна быть один в один. Но она полная версия 60 миллилитров, а урезанная 30, то есть в половину за 249. У меня там в закупе вообще 200 рублей там она получается. Не знаю. В общем, я заказала Бумонт себе. Жду Бумонт. Ринату я, конечно, не стала заказывать. У меня новый флакон. Зачем он мне? Ну вот, все. Накрасили мы оранжевой тушью реснички. Кто-то говорит, что они не получаются ни длинными, ни какими. Вот, пожалуйста, вот такой результат на моих ресницах. Ну и немножко подкрашу губки. У меня блеск 47-25 персиковый оттенок. Очень его люблю. Можно тоненько нанести, можно потолще придать глянец. Но я сейчас не буду носить толсто после макияжа. Меня ждет завтрак. Поэтому этого будет достаточно. Вот и все. Всем большое спасибо за просмотр. Если кто-то хочет покупать косметику Фаберлик со скидкой 20%, проходите по ссылке под этим видео. Я буду вашим помощником в компании. Буду помогать вам делать заказы. Участвовать в различных акциях. Подсказывать о начислении бонусов. Все это делать через вайбер-чаты. Не лично, не звонками. Дни беспокою. Ну, вот так. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Марина Соловьева. До новых встреч. Всем пока.